День психического здоровья Социального благополучия А не только отсутствие болезней И физических дефектов В психическом здоровье Вот именно важным является это благополучие Когда человек может реализовать Свои способности Он может выдержать Обычные разные стрессы В своей жизни И он может принести какую-то пользу Своему окружению И там обществу, в котором он живет Вот в этом и есть Смысл психического здоровья Мы живем на Крайнем Севере И очень часто приходится слышать Что как только человек сюда приезжает Это меняет его жизнь И меняет его как раз психическое здоровье А зависит ли место, где ты живешь От твоего состояния Как влияет ли оно? На самом деле нет На самом деле можно жить где угодно И не иметь психическое здоровье Потому что место жизни Место, где мы живем Оно все-таки больше определяет Что-то другое, нежели психическое здоровье Потому что везде, где бы мы ни жили Есть стрессы, есть переживания Есть какие-то сложности, трудности С которыми нам приходится сталкиваться То есть не важно, где мы живем Важно, как мы умеем Переживать трудности С которыми мы сталкиваемся Выдерживать какие-то нагрузки И там какие-то сложности решать То есть тут не важно, где мы живем Все зависит от человека Насколько он готов Вынести сложности и трудности И проявить себя, свои способности Там, где он находится Есть какие-то признаки На что нужно обращать внимание? Первый признак, который мне хотелось бы обозначить Это все-таки напряжение Излишнее напряжение Когда человек его не замечает И это напряжение, конечно же Ухудшает его состояние благополучия Второй признак, который можно указать В этом случае Это когда у нас идет Такая, знаете Смена настроения У кого-то она часто Это смена настроения А кто-то, наоборот Был жизнерадостно веселым И очень долго пребывает В каком-то грустном и подавленном настроении То есть он может долго злиться Долго То есть это не то, что там Сегодня злюсь и завтра не злюсь То есть он должен это делать долго Если он не замечает, что он долго это делает То, конечно, это может тоже привести К ухудшению его самочувствия и состояния Ну, наверное, у себя очень тяжело заметить Конечно, да Я еще хочу все-таки указать еще один признак Это излишнее возбуждение То есть что такое возбуждение излишнее? Это когда человек такой деятельный То есть он постоянно в каких-то заботах, делах И прям вот как белка в колесе То есть он постоянно крутится, вертится У него постоянно какое-то движение Он постоянно много-много дел Многозадачность какая-то такая То есть вот это возбуждение Что вот это тоже такой является признак Не совсем хороший И стоит на него обратить внимание Что делать? Вот обнаружили у себя хотя бы несколько Из этих признаков Как себя вести? Ну, во-первых, самостоятельно Это можно заметить, да? Если человек старается Ну, то есть это у него есть Ну, как бы в планах, так скажем, да? Потому что когда человек Автоматически реагирует На какие-то сложности на свои, да? То он на свое состояние обычно не смотрит Но если все-таки у человека Есть желание Как бы более себя чувствовать хорошо Да? И как-то благополучно себя чувствовать То, конечно же, он может На это обратить внимание Когда это только началось Когда еще нету такого слишком высокого Такой высокой слишком интенсивности, да? Вот А когда интенсивность высокая То самостоятельно это заметить Бывает порой очень сложно Вот И когда вот заметить Как раз таки Когда это только-только вот начинается Когда еще интенсивность невысокая Если, например, брать Из 10 баллов, да? То самостоятельно это можно, конечно, Заметить где-то до 5 Да? До 5, ну, может быть, 6 Потом уже сложновато это сделать, когда уже 7-8, когда интенсивность растёт. Тут приходят на помощь нам другие люди, которые нам помогают это опознать. Правда, не всегда это бывает приятно. А что делать, если сам заметил вот эти признаки у своих знакомых, родственников? Как вести себя в такой ситуации? Можно корректно об этом сказать. Что значит корректно? Это значит не сказать ему, что ты странный, или какие-то ему болезни навешать. Сказать ему о каких-то болезнях, что он заболел вдруг нечаянно. А именно лучше всего отразить его состояние словами. Сказать, я вижу, ты очень напряжён. Или что с тобой происходит, ты как-то злишься в последнее время часто. Что случилось? Проявить интерес в конце концов. Потому что когда к нам проявляют интерес, ну, во-первых, это приятно. И действительно хочется сказать, что у тебя такое случилось. И это помогает обратить на себя внимание. Можно самому как-то побороть это состояние? Или только психолог, только помощь специалистам? Самому можно, если интенсивность невысокая. Я имею в виду интенсивность эмоций. Потому что кто хорошо понимает свои эмоции, может ими управлять. А если интенсивность, даже если он, знаете, понимает свои эмоции, но знает, что сами делать, то тут, конечно, вопрос. А кто расскажет? Конечно, книги по самопомощи могут это предложить. Да, с эмоциями как-то там поработать и научиться ими управлять. Но когда бывает так, что вот действительно не помогают ни книги по самопомощи, никто, в общем, не помогает, и как-то все равно не очень все хорошо, вот тогда в этом случае, конечно, лучше обратиться к специалисту, когда не помогает ничего. А охотно ли сегодня идут к специалистам? Кто чаще обращается? Ну, чаще обращаются женщины все-таки больше, нежели мужчины. Ну, вот как-то так. Какие проблемы? С чем приходят? Чаще всего, конечно, приходят с тревогой. Таким. Так как я все-таки медицинский психолог, и к нам уже идут действительно желающие поработать с симптомами уже конкретно. Во время пандемии очень многие люди потеряли бизнес, потеряли работу. Это стресс, это напряжение. Есть способы, как помочь человеку, который попал вот в такую ситуацию? Какой подход здесь нужно применить? Ну, конечно же, универсальных подходов здесь нет. Здесь все все-таки рассматривается индивидуально, потому что мы все разные. У нас разные возможности, разные ресурсы, которые нам помогут в этой ситуации. И здесь все равно, конечно же, зависит от того, насколько человек готов обращаться за помощью. Потому что все-таки у нас принято как-то вот... Ну, наверное, может быть, я и ошибаюсь, конечно, что все-таки стараются самостоятельно разобраться. И мало кто обращает к помощи, ну, обращаются за помощью. Поэтому здесь нет универсального подхода. Тут надо смотреть, насколько человек может, насколько он готов, да, и насколько у него есть вот эти ресурсы, которые могут помочь ему с этой ситуацией справиться. Потому что если это вдруг... Ему нужна, допустим, помощь не обязательно там прям психолога, да? Конечно, да, если это кризисная какая-то ситуация, то да, там как-то вот с кризисом, конечно, можно психологическими методами человеку помочь. Но если это какая-то другая помощь, не обязательно психологическая, да, там, юридическая, может быть, кому-то нужна. То есть тут надо смотреть вообще от ситуации, что с человеком происходит. И тогда уже, исходя из того, что у человека есть, искать варианты пути, как с этим справиться. На мой взгляд, в нашей стране всё-таки мы стараемся, ну, как-то самостоятельно это решать. Потому что считаем, ну, вот так вот, на мой взгляд, да, как я вижу, да, как я из своего опыта, да, я вижу, что человек всё-таки стремится не показывать свои какие-то минусы, какие-то неудачи, неуспехи, трудности, что вот он не справился. Потому что всё-таки это бьёт по самооценке, конечно же, да. И у нас считается, что идти к психологу – это уже последняя инстанция, если уже совсем всё плохо. Вот. И поэтому идут уже в крайних случаях, когда совсем всё, невозможно ничего сделать. Также не могут пойти, потому что считают многие, нет, что многие, некоторые, скорее всего, да, считают, что психолог – это как психиатр. Что он ставит диагнозы, может поставить на учёт, возможно. И, конечно же, никто не хочет этого делать, и поэтому не идут. А есть какие-то советы, которые могут помочь? Например, заметили за собой нервозность, что делать? Как успокоить себя? Нервозность тоже. Смотрите, нервозность – это что? Это, ну, как бы слово, термин описывает всё-таки больше состояние, нежели чувство эмоций, да. Когда человек чувствует вот эту нервозность, а это что? Это как раз-таки, про что я говорила? Это увеличенная напряжённость, да. Это какая-то эмоциональная напряжённость, да. То есть это и физическая напряжённость, да, и эмоциональная напряжённость. И, конечно же, это какая-то интенсивность каких-то эмоций, да. То есть как раз-таки что делать? Надо понять, а что происходит здесь и сейчас. Как раз мы с вами сейчас переходим вот к этой вот такой вот профилактике, можно так сказать, да, где мы можем помочь, да, себе как профилактировать, чтобы не потерять своё здоровье. Обратить внимание, что происходит здесь и сейчас, что со мной, да, что это. И, конечно, это эмоция, да. И задать себе такие хорошие, правильные вопросы. Это что за вопросы? Это такие вопросы, когда вы можете, ну, прояснять, да, что это такое может быть. То есть зачем, допустим, да, вопрос. Зачем я злюсь, да, что мне это даёт? Для чего, да? А что я делаю, когда я злюсь? А что я могу сделать сейчас, да? А что мне нужно там сделать? То есть, вы знаете, вот такие вопросы, которые всё-таки будут направлять на какое-то разрешение, на какие-то действия, именно разрешительные. То есть, чтобы прояснить, узнать, сделать по-другому или как-то там ещё поступить. Профилактика очень прекрасное изобретение, можно так сказать, да. Вот. Она очень хороша тем, что она не даёт возникнуть к каким-то вот, ну, какому-то плохому там состоянию, да. То есть профилактика. Вот, конечно же, первое, это всё-таки понять, что происходит здесь и сейчас, да. Потому что очень многие, я всё-таки думаю, это прошлое или заглядывают в будущее. А в моменте здесь и сейчас, ну, зачастую, как бы, вот, ну, мы не бываем, да. Мы в основном думаем, что было, что будет, а что сейчас как-то, ну, как-то вот с этим немножко сложно. Вот. Это первое. Обратить, что здесь и сейчас. Всё-таки понять вот эту вот интенсивность эмоций, задать себе хорошие, правильные вопросы, такие волшебные, да. Зачем? Как? Для чего? С чем это связано? Да, то есть такие вопросы. Вопрос «почему?» не подойдёт сюда. Он не даст вам ответа «почему?». Вот. А, значит, именно вот такие вопросы, какие-то смысловые такие, которые помогут разрешить, они здесь более эффективны. Следующее, что ещё было бы здорово в этом плане делать, это когда вы умеете или можно научиться вот каким-то таким, знаете, навыкам, когда вы можете вот эту эмоциональность, вот эту напряжённость ослаблять, то есть снимать. Это разные навыки релаксации, да, разные методы. У каждого они свои. Этих методов и навыков очень много, их великое множество. И каждый выбирает именно свою какую-то батарею вот этих методов, да, какой-то ряд методик, с помощью которых он будет снимать себе вот это напряжение. Какие это могут быть, например, методы? Конечно же, самый такой базовый – это дыхание, потому что оно с нами всегда. Мы дышим всё время, да, и мы можем с помощью дыхания снимать это напряжение. Дышать определённым образом. Тоже техник дыхания очень много всяких разных. Просто человеку нужно найти свои, те, которые именно вот для него хороши. Потому что кому-то подойдёт, а кому-то не подойдёт. И вот нужно здесь как раз-таки подобрать для себя. Например, как можно дышать? Например, дышать можно на счёт. Вот, один, два, три, четыре – вдох, один, два, три, четыре – выдох. Да, то есть на счёт дышать. Можно дышать, делать вдох такой как бы быстрый, да, ну как бы вдохнуть просто, да, как вы сможете. А выдох делать длиннее, чем вдох. Вот это тоже очень хорошо снимает напряжение. Как можно ещё снизить интенсивность эмоций и напряжённости? Это когда вы, знаете, обращаете внимание своё на тело, на себя. Да, старайтесь почувствовать, например, ступни ног, да, там, икры, допустим, коленки. То есть вот так вот вы по телу путешествуете, да, и ощущаете, чувствуете каждую часть своего тела. Вот, руки, там, ноги, шею, плечи, там, да, там, спина. То есть вы вот как бы вот такую вот делаете, не знаю, прогулку такую, да. Чем это хорошо? Хорошо, тем, что вы, получается, свой мозг переключаете на путешествия по организму, и мозг в это время не думает вот те мысли, которые и как раз увеличивают интенсивность эмоций. Вот, вы немножко так отвлеклись. И, естественно, мыслей нет, эмоции, конечно же, становятся слабее. Вот такое можно использовать. Здорово было бы, если бы в жизни у человека, у нас, да, все-таки присутствовало творчество. Потому что творчество – это прекрасная такая возможность снять это напряжение, потому что вы там кто рисует, кто вышивает, кто лепит, кто что, да, там делает. И получается, он тоже все свое внимание направляет на творчество и что-то делает своими руками, создает. Вот, а когда мы что-то создаем, нам очень хорошо, комфортно, и вот нас это вот очень радует, и такой, вы знаете, не то что релакс, а такое хорошее внутреннее как раз-таки состояние. Вот это благополучие, когда мы довольны то, что мы делаем. Людмила, спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Ждем вас снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова